Здравствуйте, друзья! Меня зовут Нина Воронова, я психолог, кандидат биологических наук, и вы на моём канале, где я рассказываю о расстройствах пищевого поведения. Сегодня буду говорить о том, почему одни выздоравливают от РПП, а другие уходят в хронику на 10, 15, 20 лет без какого-либо видимого улучшения. От чего это зависит? Это зависит от, как обычно, от огромного количества разных вещей. Но самое главное, конечно, это зависит от того, ну какой человек, мы все разные, понятно? Мы и гриппом болеем по-разному, мы вообще всем болеем по-разному. Если два человека съедят, там, я не знаю, какой-нибудь испорченный бутерброд, у одного будет понос на неделю, а у второго будет хоть бы хны. Мы разные. Но дело не в этом. Если говорить об РПП вообще, то самая главная вещь, которая влияет на то, выздоровеет человек, выздоровеет ли он быстро, выздоровеет ли он без последствий, или уйдёт в хронику, это то, кто его окружает. Какое, какая у него среда, поддерживают ли его, как ведут себя его близкие. Инвалидизирующая это среда или это поддерживающая среда? Инвалидизирующая среда – это среда, которая способствует тому, в общем смысле, способствует тому, чтобы расстройства, нарушения, проблемы поддерживались и развивались. Это токсичные, близкие, близкие, которые травмируют нас, критикующие, нелюбящие, неподдерживающие, оценивающие. Вот эта среда, конечно, будет способствовать тому, что расстройство пищевого поведения закрепится и перейдёт в хроническую форму. Чем дольше вы находитесь в этой токсичной, инвалидизирующей среде, тем более пышным цветом будет расти, цвести, прошу прощения, ваше РПП среда. Второе. То, чего мы никогда не знаем о людях, на которых смотрим и думаем, почему этот выздоровел, а этот нет – травмы. Травма – важный, важный компонент, важная составляющая РПП. Это одна из его таких вот основополагающих, обязательных причин. И травмы у всех разные. Они разные по тяжести и они разные по длительности. И на этот счёт есть статистика. Известно, что два разных человека в одной и той же ситуации могут травмироваться по-разному. Это зависит как от наших личных качеств, как от того, насколько мы хрупкие, так и опять же от того, после этой травмы, получим мы поддержку от близких или нет. Если мы не получаем поддержку от близких, вероятнее всего, мы травмируемся сильнее. Травма, скорее всего, произойдёт. Кроме того, известно, что, например, физическое насилие в зависимости от тяжести травмирует по-разному. Если мы говорим о сексуальном насилии, то очень важно, кто источник этого насилия. Это близкий человек, это родственник или это посторонний человек. Колоссально важное значение имеет длительность травмы. То есть краткий эпизод, который имеет начало и конец, до которого всё было хорошо и после которого всё было хорошо, менее опасен как травмирующий агент для психики в сравнении с длительным периодом. Когда сама ситуация травмирующая, когда это происходит и происходит и происходит и повторяется на протяжении длительного времени, там ущерб психике будет нанесён намного больше. И мы, как правило, не знаем этого. Когда мы смотрим на людей и думаем, ну вот это же выздоровело, а вот это почему нет? Мы не знаем ни то, как их поддерживали в семье, ни то, какие у них были травмы. Поэтому сравнивать вообще некорректно. Третий момент – это обращение к специалисту. Это тоже факт. Это супер важно. Если человек обращается к специалисту и начинает терапию своего РПП в первые два года, шансов на излечение намного больше. Вообще считается так. Первый год – идеальное время для того, чтобы начать терапию. До двух лет – хорошо. Если это до двух лет, от момента манифестации расстройства, от момента, когда началось уже либо такое настоящее переедание, либо очищение, либо отказ от еды. В течение первых двух лет шансы на выздоровление без последствий достаточно хорошие. А вот дальше уже 10 лет расстройства туда-сюда. А все, что выше 10 лет – это, как правило, хронические состояния, рецидивирующие, очень сложно поддающиеся излечению. То есть момент, в который человек начал заниматься своим РПП. А если мы говорим о подростках, то это то, спохватились родители или не спохватились. И бывает, что они спохватываются. Я знаю такие случаи, когда родители спохватываются тогда, когда ребенок теряет 15-20 килограммов. Тогда родители начинают что-то подозревать. Такое бывает. А бывает, что и не начинают. Бывает, что ребенок теряет 20 килограммов, потом как-то сам выкарабкивается там. То ли за счет очищения, то ли за счет переедания, то ли за счет еще чего-то. А родители так живут в уверенности, что... А ничего, что какая, что где, анорексия, РПП, вы о чем? Не было такого? Не было. То есть вот такая ситуация, конечно, не будет способствовать тому, чтобы человек быстро излечился без последствий. Если у вас не получилось так, как у кого-то еще, на кого вы смотрите, чьи блоги вы читаете, чьи видео вы смотрите. Если у вас не получилось выздороветь, это говорит только об одном. Ваша история, РПП, другая. Другая. И истории, когда РПП очень длительная, много-много-много летняя, особенно в булимее и компульсивном переедании. Таких историй очень много. Может быть, их даже больше, чем историй быстрого излечения. Истории излечения такого вот, знаете, когда бывшая там анорексичка, это скорее именно про анорексию. Потому что, как я уже говорила, это заболевание видно, им, как правило, более активно занимаются. Бывает, что у людей булимее по 10 лет, у 15, и никто не знает об этом. Не знают родители, хотя это при них началось. Не знает муж, не знают дети. Ну или знают. Не хотят знать. Это то же самое. Это значит, что вы остаетесь без помощи. И тогда ваше заболевание, скорее всего, у него больше шансов на то, чтобы перейти в хроническую стадию. И в этом смысле не важно, кто и когда выздоровеет. Кто выздоровеет через 2 года, кто выздоровеет через 10 лет. Да, конечно, это очень обидно. Потому что, когда люди живут по 10, по 20 лет с РПП, это жизнь с тяжелой болезнью. Это не весело. Это нелегко. Качество жизни страдает. Люди не делают того, что хотели бы. Не становятся тем, кем хотели бы. Не живут так, как хотели бы. Они не могут любить. Им сложно позволить любить себя. Это колоссальная проблема, жизнь с РПП. И это очень обидно, когда это расстройство становится хроническим. Когда оно занимает 20 лет жизни. Это калечащая ситуация. Она калечащая во всех смыслах. И в физическом. И она оказывает такое же калечащее действие на жизнь. Но это не важно. Если у вас, вашему РПП, 20 лет. Никогда не поздно начать работать с этим и выздоравливать. Никогда не поздно. Все равно у вас впереди еще есть время, в которое вы можете быть счастливы. И это тот самый случай, когда лучше поздно, чем никогда. Поэтому не важно, кому удалось выздороветь быстро, а кому нет. Важно, как вы живете с этим. Что вы делаете с этим. Смирились ли вы с этим. Согласились ли вы с тем, что вы никогда не будете счастливы. Или все-таки хотите что-то изменить. И я очень надеюсь, что вы не согласитесь. Не согласитесь. Жить с РПП не согласитесь. Состариться с РПП и умереть с РПП. Сказала какую-то ерунду. Но в общем передала свои мысли. РПП это не то, с чем хочется жить. Поэтому давайте жить без РПП. Вот собственно все, что я хотела сказать. Давайте жить без РПП. Подписывайтесь на мой канал и на мои социальные сети, ссылки на которых в описании к этому видео. На этом собственно все. Пока!